Итак, чем занимается человек, имеющий более чем 25-летний опыт работы с машинами? Да он всю жизнь с ними жил, как и я, собственно. Я с машинами с трех лет, в четыре проколол сам колесо. И когда мне втирают, что я тупорылый, так тупорылым не может быть россиянин, в 2001 году организовавший автостоп. До этого в Российской Федерации такой программы просто не было ни на одном канале. У Паши Базарова опыт на два года больше. Что он делает? Делает качественный осмотр автомобиля, ориентируясь на свой неимоверный опыт. Она подбитая, кусочка нету. Треснутая. С какими-то деформациями. Бампер трещины имеется. Так, резина прям совсем. Мерленькая. Выглядит плохо. Так. Следы полировочной пасты. Задний бампер не в зазорах. Он крашеный. Здесь вот есть небольшая вмятинка. Царапка. Задний бампер цветом отличается. Так. Здесь вот. Взял колокнувшая. Вот здесь у нас уже есть сработки датчиков подушек. То есть у нас датчик боковой подушки водителя, пассажира. И подушка со стороны переднего пассажира, боковая, задняя. О, да тут вообще что-то прям. Неужели из-за удара в крыло подушки все пошлепали. Так, ну понятно. Вот у нас из-за этого колонка жалуется. То есть у нас колонка механическая, не электрическая. Но вот эта стрельная, вот эта вот получается замененная на свежую. Она и выглядит, кстати, свежо. Сейчас, когда уже читаю ошибочки, я обратил внимание, что все-таки там была ошибка на рулевой колонке, а она у нас механическая. А это связано с шлейфами. Они отстегивали здесь шлейфы. И вот это вот сейчас, конечно, вижу, что она блестит. Новенькая, свеженькая, не затертая по сравнению с рулем. И вот это все тоже кнопочки. Они прям новые. Их прям видно, что они новые. Мы, конечно, подудивились. Но я обратил внимание, что у тебя какие-то примочки такие интересные. Это явно не одна тысяча рублей-то, так ведь, да? Ну, конечно. Все это оборудование новое, свежее, требует обновлений. У меня вот это то оборудование, которое мы сегодня видели, оно все 23-го года. Лаунч обновлен у меня буквально неделю назад. То есть сейчас у нас апрель. Я в начале апреля его полностью обновлял. Каждая марка отдельно получатся денежки. Денег это стоит все прилично. Но без этого оборудования невозможно провести такую вот детальную, качественную диагностику автомобиля. Особенно современного и такого, как Volkswagen Touareg, где все, все на свете связано с электроникой. Каждый блок, там все механизмы, какие бы они ни были, они работают с блоками, с электроникой. И как раз вот как на этой машине мы видим, что из-за этого часто проблемы и сбои возникают. Из-за электрических цепей, из-за того, что это все со временем ржавеет, гниет. И только диагностикой это все можно такое обнаружить. Опять же, она же не скажет, что, друг, вот здесь именно у тебя болячка, вот сюда лезь лечи. Она даст какие-то косвенные, значит, показания, по которым уже на опыте можно определить, что происходит с машиной. Мы определяем наш опыт. Мой лично. Это примерно 10 машин в 23 года работают. То есть 230 машин я вам показал. Опыт работы Павла минимум в 5 раз больше. Я имею в виду восстанавливание из каки в Накху. И самое забавное, самое забавное, что я в него верю. А вот таких в автостопе нет. Нет и все. Мало того, скоро сам буду работать, потому как достало свинство. Только один на весь город. Что очкуете, так вас нет в эфире. Это не я говорю. Нет вас и все. Шпатлевщиков и малюров куча, а он один. Есть небольшие притерстости на пластике. Вот здесь вот подорван. Ага, пластик. Пороги целые, хорошие с этой стороны. С этой стороны тоже порог целый, изумительный. Вот здесь небольшое пятно. Рыжик есть. Защита бака разрушена. Так, сзади здесь немножко ржавчины побольше, чем спереди. Но тоже ничего критичного. Сайлентблоки не оригинальные, миненные задние. Целые пыльники целые, стойки сухие. Мятенки на глушителе. Сам тракт из нержавейки. Так, все целенькое. Гофры там все целые. Катализатора я вообще не чувствую, но датчики там тоже сейчас отъехавшие не работают. Но не выглядит здесь ничего, как будто резали. Нет никаких следов. Сварки, резания. Все штатненько. Здесь вот сечет немножко с хомута выхлоп. Видно. Нагар на выхлопе. Так, у нас на раздатке потеки. С коробки потек. Ой, а у нас там вон сзади-то вообще масло давит. Там вообще все блестит в масле. Так. Из дросселя маслом ссыться прям, давит. Но это опять же в пользу того, что здесь рециркуляция газов нарушена. Немножко масло бежит из-под элементра фильтра. Ну вот она на коробку скорее всего набежала. Ну и с коробки тоже здесь вот сзади бежит. С раздатки тоже бежит. Эти подушки, эх они подушечки, да? Раньше выскакивали только тогда, когда нужно. А сейчас, получается, не всегда они могут выскочить. Ну, видимо, все-таки зависит от настроек автомобиля. Вот такие автомобили, это же все-таки премиум класс. Там ездят люди, которые... Жизнь очень дорогая, их нужно сберечь. И они срабатывают там от мельчайшего ДТП. Понятно, что оно было не прям царапкой, что туда вот крыло ткнули сразу на шпаклеванное. Но лично для меня было прям неожиданностью, что сработали вот эти боковые подушки. Но самое важное, опять же, по этому автомобилю, можно сказать, его не любили. То есть, его нещадно эксплуатировали. Это видно там снизу, как он весь помятый, побитый. Причем все, что помяли, побили, сломали, порвали, не исправляли. Те же подушки, это все можно восстановить. Здесь никто этим не занимался. Машина пока ездила. Таурек очень терпеливая машина. Вот из нее все выжили. Из салона выживали небрежным отношением к нему. И с двигателем ходовой. То есть, вот так вот. И это не 5 минут дело, естественно. Мы внимательно все это дело посмотрели, пришли к выводу. Ну, выводы бывают разные, если честно. Возникает вопрос. В принципе, сумма-то небольшая и не критичная. Но самый грамотный вариант, единственный специалист, который все это дело-то умеет делать, я так понимаю. Потому что есть разные товарищи, которые, типа, хотят бабки заработать, там, пятое-десятое, по ушам проехать. Ты сколько машин в этой жизни делал? Я уже не представляю, сколько ты машин в этой жизни делал и переделывал. Потому что мы недавно, вот, твой автомобильчик, ты очень быстро все сделал. Я бы, конечно, дольше ковырялся, тут вопросов нет. Но, тем не менее, есть же специалисты, а есть не специалисты, которые все это дело покупают и так... И по ушам проезжают. Да, вопрос понятен. Этот автомобиль не для гражданского использования. Его может купить такой человек, как я, для которого он не страшен. Я там отремонтирую все, что угодно. То есть у меня уже четверть века опыт общения с автомобилями. Я всю жизнь их ремонтирую, крашу. И после тяжелых аварий восстанавливаю. И там двигатель перебрать. И электронику отремонтировать могу. Но вот так купить его, даже вот у него цена по низу рынка, и очень сильно можно врюхаться. Даже если привезти к хорошему специалисту, на таких машинах в сервисах будут разводить на деньги. Потому что там проблем на самом деле много. Их исправлять, возможно, только, наверное, самому. И вопрос в чем заключается? Этих сервисов нормальных нет. В городе Магнитогорске? Ну, нет их. Ну, так прям всех... Поэтому они сказали, что они решили продать, что этого мы не сможем сделать. Нормальное явление, ну что, бывает такое. Да, для дилера это тоже засада. Смысла нет закапывать в него кучу денег. Мы хотели увидеть и увидели. Сам факт для меня открыл именно Павел. Год 1994. Магнитогорск увидел Тауруса. Семь штук стояли возле драмтеатра. И мой тоже. Просто нас развели. Всех и меня. Но чуть позже. Все они были переделаны из различных машин. В принципе, мне-то без разницы. Я купил его за 1000 долларов в 1998 году. После дефолта. Но вас развели всех. А мы видим ушатанный агрегат. И сумма, проплаченная Павлу, слегка и компенсирует развод ваш на бабки. Уж лучше найти специалиста по этому номеру, чем потом попадать на капусту. Вот у нас блок Гитвей. Там самое большое количество ошибок. Лично для меня это всегда говорит о том, что здесь проблема именно с проводкой. А уже от блока Гитвей у нас пошли проблемы на всех остальных блоках. У этого кузова еще есть такая особенность. Здесь идет большой туннель, в котором уложен основной массив всех проводов. И массы именно здесь вот сгнивают. Была такая болячка вот таких машин. То есть, если бы этот автомобиль я рассматривал в подбор, я бы его исключил сразу. То есть, он не пригоден к покупке, подборе под ключ. Так как это разовый осмотр для клиента, я дал техническое заключение о нем. Там, выводы я не даю. Покупать правильно, неправильно. Здесь все индивидуально. Человек готов его восстанавливать, приводить в божеский вид. Значит, надо покупать. Возможно, там проблемы не такие глубокие, серьезные. Но в любом случае, там надо вникать самому. Вот с этим автомобилем не прокатит такое, что отдал в сервис и за какие-то приемлемые деньги вернут его. Нет, 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 не так уж точно. Это если ты сам умеешь делать, сам не торопясь собираешь эту машину. Ясно? Ничего. Будем искать в любом случае. Человек, который захочет. Потому что, видишь, я не буду думать головой. Но из-за расчета города Магнитогорска, я бы, конечно, отдал бы деньги только тебе. Потому что остальных я вижу и нормальных специалистов. Мне так лично кажется, что их нет. Ну, мое тоже мнение такое же, что заниматься такой профессией, как это подборщик, должен человек с большим опытом, который очень много их сначала ремонтировал. Прошел путь не в продаже, а в покупке. Здесь, наоборот, человек обязан не уметь продавать автомобили, только покупать. Я вот не люблю их продавать. Но зато, когда я покупаю, я вижу все подводные камни. Я найду все причины для того, чтобы купить его или не купить. Продолжение следует...